Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире «Столица Нижней» в студии «Антон Ганин» сегодня в выпуске. В автозаводском районе Нижнего Новгорода прошел митинг, посвященный Дню памяти Героя России Евгения Шнитникова. Осень близко, школьные ярмарки начали свою работу в разных районах Нижнего Новгорода, во что обойдется шоппинг в преддверии 1 сентября. Больше времени на перроне. Поезда в Нижегородское метро до конца лета будут ходить по новому расписанию. За мир с Россией участники автопробега «Берлин-Москва-Берлин» посетили Нижний Новгород. Чем запомнятся путешествия по России? Сегодня в автозаводском районе Нижнего Новгорода прошел митинг, посвященный Дню памяти Героя России Евгения Шнитникова. Начальник разведывательного управления Нижегородского СОБРа погиб во время служебной командировки в Чечне в 1996 году. Сотрудники Главного управления МВД России по Нижегородской области, боевые товарищи, родственники автозавод соучащихся кадетских классов 12-й школы собрались около дома, где жил герой. Память о нем почти лимит и молчание, а также возложили цветы к мемориальной доске. Приумножая память о таких героях, как Евгений Петрович Шнитников, мы закладываем фундамент правильного воспитания нашей молодежи, военно-патриотического воспитания. Наше великое государство жидится на таких людях, которые ради своей родины, ради своих боевых товарищей могут акт самопожертвования выполнить, отдать жизнь за родину и за своих товарищей. Это очень важно для всех нас. В Нижегородском метрополитене поменяли расписание движения поездов. Временный график будет действовать до 31 августа с целью экономии расходов предприятия. Пассажиропоток в это время крайне невысокий, поезда часто ходят порожняком. Время ожидания метро на автозаводской линии составит 7 минут, на Сормовско-Мещерской – 10 минут. Для удобства пассажиров в часы пик будут введены дополнительные составы с интервалом движения 4 минуты. Кажется, нормально. Промежуток между поездами нормальный. Не дольше, чем обычно. Ну, на самом деле, ты не часто езжешь, поэтому 7-10 минут ожидания – это не время. Судя по пробкам на дорогах, то есть это вообще ерунда полнейшая. Нет, недолго, быстро. Минут 5. Минут 9 вот здесь вот на станции. Да, 9 минут. В сравнении с Москвой, конечно, здесь медленно очень все получается. Но можно отдохнуть, зато посмотреть на саму станцию, рассмотреть всякие эти достопримечательности, очень красивые станции у вас. Первые школьные ярмарки открылись в Нижнем Новгороде. Площадки работают в Сормовском, Ленинском и Автозаводском районах города. Ассортимент год от года не меняется. На прилавках все самое необходимое для школы. Дневники, тетради, учебники, портфели и школьная форма. Сколько стоит собрать ребенка в школу, выяснил Юрий Афров. На прилавках традиционных школьных ярмарок на выбор детей и их родителей самые необходимые учебные принадлежности. От дневников, тетрадей, дошкольной формы и портфелей. Несмотря на первые дни работы таких базаров, спрос велик уже сейчас, признаются продавцы. И это практически за месяц до нового учебного года. Дневники, пеналы, мешки для обуви, берут альбомы и краски. Набор первоклассников скоро будут брать. Набор первоклассников что входит? Ну и необходимые тетради, обложки для тетради, пеналы, дневники также. Цветные карандаши, конструкторы, папки. Тетради предметные хорошо берут. Скоро будет новый привоз, еще красивые тетради будут. Девочки выбирают и с машинками. Да. У меня вчера девочка взяла много тетради с машинками. Там в принципе без разницы. Отдельные павильоны с ранцами. В продаже классические неформальные модели. Цены варьируются от тысячи до трех. Торг. Впрочем, торг здесь уместен. На то он и базар. Сейчас все любят спортивные вещи больше. Потому что молодежь, спорт. Чем цветочки эти. Сейчас девочки стали такими, что им не нравятся цветочки. Ну это нормально. Средний чек. Ну от тысячи, наверное. Вот до трех, может где-то. Родители экономить на качестве школьных принадлежностей не готовы. Базар – лучшее место для того, чтобы собрать школьника к первому сентября. Без существенных потерь для семейного бюджета. Впрочем, и здесь это недешево. Сборы в школу обойдутся примерно в 10 тысяч рублей. Мы в нескольких местах брали. Ну, сколько у нас вышло? Ну, тысячу, наверное. Куда деваться? Образование надо получать. Мы первый раз на школьном базаре. Обычный по магазинам. Ну и как по школьным базарам? Пока прицениваемся, смотрим. Посмотрим. Понравится, будем покупать. Мы здесь уже около пяти лет надеваемся в школу. Мне очень нравится. Именно в Ленинском районе. Напомню, сейчас школьные базары уже работают в трех районах города. В Сормовском на улице Коминтерна 117, в Ленинском у кинотеатра «Россия» и в Автозаводском на площади Киселева. Уже с 13 августа площадки заработают в Приокском районе на улице Жукова и в Советском на улице Рокоссовского и на площади Советской, напротив дома номер один. В Нижегородском и Канавинском районах место проведения на данный момент уточняется. Ярмарки будут работать каждый день с 10 утра до 18 часов вечера, до 7 сентября включительно. Юрий Афров, Георгий Захаров, столица Нижний. Участники автопробега «За мир с Россией» посетили Нижний Новгород. Он проходит по маршруту Берлин, Москва-Берлин с 22 июля по 12 августа. По России путешествуют с одной целью. Познакомиться со страной, заодно убедиться в том, что она совсем не такая, как ее представляют иностранные СМИ. Благо, что в автопробеге участвуют обычные люди из Германии, Австрии, которые далеки от политики и надеются, что наши страны будут развивать общественно-дипломатические отношения и станут настоящими друзьями. Политика – это сфера, которую, я думаю, стоит оставить политикам. А то, что касается отношений между людьми, это, я думаю, касается непосредственно людей. Вот эта организация, Дружба Глоба, которая проводит такие мероприятия, как автопробег «Дружба», она как раз нацелена, суть этих мероприятий нацелена на то, чтобы немецкие граждане, в первую очередь, лучше поняли Россию, чтобы они меньше смотрели и внимали своим средствами массовой информации, больше доверяли той информации, которая исходит от людей. Я думаю, что русские люди, может быть, выглядят немного хмурыми внешне, но внутренне у них очень доброе сердце, они очень отзывчивые, как только начинаешь с ними общаться. Мне очень нравится, как добродушно все меня принимают, когда я раздаю флайеры. Даже если они немножко так аккуратно себя ведут, я понимаю, что все в порядке, ко мне с доброй душой относятся. И мне очень нравится Россия. На этом наш выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова